Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии предпринимательства. Бизнес-сообщество, как в всей республике, так может быть и в нашей Гомельской области ожидали принятия данного декрета. 16 многоэтажек построят в этом году в Гомельской области благодаря адресному субсидированию согласно указу номер 240. Беларусы могут получать квитанцию на оплату коммунальных услуг не только в бумажном формате, но и в электронном. 6 и 15 декабря в Гомельском городсполкоме пройдут аукционы. На торги выставят 11 земельных участков. А теперь об этом и не только. Подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии предпринимательства. Это ключевой документ из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране. Этот декрет направлен на минимизацию вмешательства органов государственного управления в самодеятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем предъявляет или оговаривает тот минимум, который должны соблюдать субъекты малого и среднего бизнеса при осуществлении деятельности. Данным декретом утвержден перечень видов деятельности, которые субъекты хозяйствования из числа малого и среднего бизнеса могут начать осуществлять по заявительному принципу. Им достаточно лишь предоставить в местный орган власти уведомление о начале деятельности. Перечень состоит из 19 видов деятельности. Наиболее распространенными являются розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, туристические услуги, строительство и ряд других, которые находятся в этом перечне. Всего, я повторю, их 19. Рассмотрим, какие же нормы отменил или радикально изменил новый декрет. Например, до 2020 года не допускается повышение существующих налогов и введение новых, а также сборов, пошлин. При этом сделана оговорка, что повышение ставок налогов, установленных в белорусских рублях, возможно в целях их адаптации к инфляционным процессам. К примеру, ставки земельного налога акцизов закреплены в белорусских рублях и могут индексироваться. Также повышение налогов возможно, если международные договоры, участницей которых является или станет Беларусь, предусматривают такое повышение. Дальше. С 1 января интернет-магазины смогут применять упрощенную систему налогообложения. Она предусматривает меньшей форм отчетности, затрат на бухгалтерию и в некоторых случаях более выгодную ставку налога. Например, если при общей системе налогообложения со 100 рублей прибыли надо заплатить 18 организаций и 16 индивидуальному предпринимателю, то при упрощенной со 100 рублей выручке соответственно 5 или 3. Исключен еще один административный барьер, который предполагал согласование режима работы для всех торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Это могло занимать до 5 рабочих дней. Теперь режим работы с исполкомами согласовывать не надо. Только в тех случаях, когда объекты работают после 23 часов или до 7 утра. По новому декрету также больше не нужно согласовывать наружную рекламу и рекламу на транспорте. Ранее, помимо разрешения на размещение средства наружной рекламы, нужно согласовывать саму рекламу с исполкомом. Это занимает от 10 дней до месяца. Далее. Некоторые помещения можно будет использовать не по целевому назначению. Например, магазин или ресторан можно будет открыть в офисном помещении, если остальные соседи будут не против. Раньше для этого нужно было изменять целевое назначение, что занимало не менее месяца. На 10% увеличена стоимость питания в учреждениях дошкольного, общего, среднего и профессионально-технического, а также специального образования. В зависимости от возраста ребенка и времени его пребывания в учреждении образования, стоимость питания определена в размере. От 45 рублей 32 копеек до 85 рублей 14 копеек в месяц в учреждениях дошкольного образования. От рубля 65 копеек до 5 рублей 65 копеек в сутки в общеобразовательных школах. К другим новостям. 16 многоэтажек построят в этом году в Гомельской области благодаря адресному субсидированию согласно указу номер 240. Сейчас работы ведутся на 12 объектах. В ближайшее время строители приступят к закладке еще четырех домов. Причем такое жилье дешевле, чем коммерческое. Например, в Гомельском районе стоимость квадратного метра составит 660 рублей. Новые дома появятся также в областном центре, Мозоре, Житковичах и Речице. Три белорусских банка выделили кредитные ресурсы в объеме 27,5 миллионов рублей. Из них почти 9,5 миллионов направят на индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем, после введения указа номер 240 возникла необходимость внесения ряда изменений в другие нормотворческие акты. Например, согласно постановлению Совмина номер 835, пересмотрены условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов. К малообеспеченным гражданам на получение господдержки на строительстве жилья относятся граждане, у которых среднемесячный совокупный доход не превышает трех минимальных потребительских бюджетов за 12 месяцев. Это сегодня 312 умножить на 3. Это где-то получается около 950 рублей на одного члена семьи. Кроме того, расширен перечень доходов, из которых состоит совокупный доход семьи. Сюда, к примеру, добавили доплаты за ученые степени и звания президентские гранты. При этом в постановлении номер 835 Совмина прописано, как определяется стоимость заявленного имущества. В отношении зданий и сооружений, исходя из стоимости квадратного метра и общей площади, указанной в техническом паспорте. А в отношении предприятия, как имущественного комплекса, по балансовой стоимости имущества предприятия. Расчетная стоимость берется одного квадратного метра и умножается на коэффициент. Коэффициенты будут утверждаться ежегодно. Предельный норматив по имуществу не должен превышать где-то двух стоимостей квартиры, скажем, построенной социальных. Это примерно получается около 100 тысяч рублей. Идем дальше. Белорусы могут получать квитанцию на оплату коммунальных услуг не только в бумажном формате, но и в электронном. Она должна прийти не позднее 15 числа. Для получения платежного документа по электронной почте, собственнику жилого помещения необходимо обратиться в расчетно-справочный центр района по месту жительства и написать заявление с указанием необходимых личных данных и электронного адреса. При себе необходимо иметь паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность. И последняя новость выпуска. 6 и 15 декабря в Гомельском горосполкоме пройдут аукционы. На торги выставят 11 земельных участков для продажи в частную собственность и на право заключения договора в аренду. 6 декабря на торги выставят 4 участка для продажи в частную собственность. Все они предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Они находятся на улицах Лепешинского, Староволотовской, Березовой и на 2-м Луговом переулке. Начальная цена варьируется в пределах от 13 до 47 тысяч. 15 декабря пройдет аукцион на право заключения договора в аренду земельных участков. На торгах будет представлено 7 лотов. Участок в 18-м микрорайоне предназначен для строительства продовольственного магазина и бара на 30 мест. По одному участку на 2-м Луговом переулке в Красном Маяке и 4 в Романовичах для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 310948 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. или 419786 – это Гомель Геодесцентр. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова